Здравствуйте! Вы на канале Таня Лебеденока. Мы идем в магазин Colorlon в Бердске, Новосибирская область. Не так давно один зритель написал мне, что необходимо выбросить все старое и купить новое. Давайте же посмотрим, что сегодня можно купить в магазинах. Приятно удивила тарелочка. Дороговато, 805 рублей стоит эта тарелка. Но такое ощущение, что это ручная роспись. Деколь. Фарфор фирмы Лефарт. Подарочные тарелки. Вот еще кролик. Тоже ручная роспись. Если кто-то думает, что нет, напишите, пожалуйста. Потому что я разглядывала, разглядывала, по-моему, ручная роспись. Да, посуда от Лефарт красивая и дорогая. Что еще современного есть из посуды? Помимо Лефарт Агнес, Эллен Гэллери. Также будет в этом обзоре фарфор от Эллен Гэллери. Красивые тарелочки. Бесспорно. Новогодний циферблат. Тройка лошадей. И мчится к нам Дед Мороз с елкой. Позади новогодние праздники. Не всю разобрали посуду. Не закрыт еще елочный базар. Я не была перед Новым годом в магазине. Мне ничего было не нужно. У меня все есть для полного счастья. Елочка у нас есть дома искусственная. Мы ее не наряжали. Я купила фарфоровую елку себе. Посмотрите, какой красивый лоток от Агнес. Со снеговиком, с белкой. Елочки, олени. Вот это синяя посуда от Эллен Гэллери. Очень интересное. Смотрите, блюдо для сервировки канапе. Дерево, керамика. Вот он, елочный базар. Ну и один бестактный комментатор. Очень много написал мне комментариев на одну и ту же тему. Выбросить. И я и не написала. Вот сейчас хочу сказать. Может быть, посмотрит. Как выбросить? Я не так давно все это приобрела. Это новое у меня. Оно старое, но оно все новое. Так что давайте будем более тактичными. Будем думать, что мы пишем. Не всегда нужно озвучивать свои мысли. У меня тоже много всяких дурных мыслей в голове. Но я стараюсь их держать при себе. Не все озвучивать. Мне тоже многое не нравится. Один зритель написал, что необходимо купить камеру профессиональную. Ой, посмотрите, какой замечательный чебурашка. И очень интересное клеймо. Союзмультфильм написано. Производитель Россия. Коробки есть. Я не стала всматриваться. Но обратить внимание можно на эту посуду. У кого есть дети, у кого есть внуки. Я сама своему сыну уже в 21 веке покупала подобную посуду. И она у нас до сих пор есть. У детей посуда, конечно, должна быть индивидуальная. И ложки, и вилки. И чашки. Щенячий патруль тоже Россия. Фарфор. Есть и подарочные упаковки. Красивые вещи на подарок. Яркие. Я думаю, детей они очень-очень порадуют. Вот он, новогодний базар. Интерьерные вещи есть. Дорогие, конечно, они. Вот 2450. Там подсветка есть с обратной стороны. Батареечки вставляются. И из полистоуна, и из керамики. Посмотрите, какая красивая елка. Вот она дорогая очень. Но, на мой взгляд, на самом деле, она даже лучше, чем маленькие советские елочки. Но, опять же, это все индивидуально. Я не настаиваю. Кому как нравится. Я вот в этом году обошлась фарфоровой елкой. Я ее еще не убирала. А это тоже милота. Полистоун. У меня не было времени. Муж ездил за своими покупками. И я немного поснимала. Удивила вот эта прелесть, красота, яркость. Можно в светлых тонах оформлять комнату. Можно в ярких. Я люблю яркие. Кто-то любит вот такие постельные тона. Я люблю яркость, красок. Девушка с покупками. Интересная тоже статуэтка в зеленом платье. Дед Мороз. Самые разные фигурки. И высокие. И вот мне этот олень очень понравился с лисичкой. Но, к сожалению, кто-то поломал ему рога. И он там один. Ну, очень интересная композиция. Олень. Елка. Лиса. Не было времени вот у меня вникнуть. Но вот эта елочка мне тоже очень понравилась. Нисколько не хуже, чем моя фарфоровая на самом деле. Шкатулки. Недорогие. Но вполне можно приспособить. Для тех или иных целей. И для косметики. И для ниток. И для письменных принадлежностей. Игрушки какие? Самые разные. Долматинец. Искусственные елки замечательные. Совершенно не вижу смысла нести в дом. Особенно у кого малогабаритные квартиры. Вот эти вот елки. Живые в кавычках. Они, конечно же, не живые, эти елки. А вот эти елочки. Искусственные. Приятные. Пуансеттии. Искусственные. Очень замечательные. Я покупала однажды живую пуансеттию. Ухаживала за ней 3 года. Но за ней нужно следить. Ее нужно вовремя обрезать. Пересаживать. Она не вечная. В течение года она видоизменяется. И каждый раз ее нужно рассаживать. Убирать ростки. Так что искусственная в этом плане более нарядна. Более интересна. И по окончании Рождества убрать. Жестяные банки тоже классные. Нарядные, новогодние. Можно хранить печенье, изюм, орехи, чай. Все что угодно. Совсем немного я сняла посуды. Выбор настолько огромный. Вот на самом деле. Но, к сожалению, не очень бюджетная посуда. Да, в магазине Фикс Прайс можно купить более бюджетные вещи. Ну, а здесь уже нет. Здесь и фарфор. Получше. Вот полки. Интересная очень керамика. Магазин роскошный довольно-таки. Это бокалы, фужеры. Гусь хрустальный. Посмотрите, какие кружки отличные. Рюмки. Бокалы для коньяка. Вот эти вот стеклянные предметы тоже Россия. Горшочки для запекания. Емкости для запекания. Тоже огромный-огромный стеллаж. Мне нравятся вот эти с ручкой емкости запечь, подать. Замечательно, конечно. Но у меня посуды очень много. И я попала в самом конце в отдел с керамическими горшками. Не смогла выбрать. Приеду еще раз. Здесь цены очень умеренные на эту керамику. Конечно, я бы вот из керамических горшков я бы хотела советские такие. Но, наверное, нужно будет в Академ-городке еще посмотреть. Может быть, там есть такие постсоветские. Вот для кактусов горшочки. И для монстер горшки есть. Обратите внимание. Серые, черные, белые. Совсем немного к жели. Я думаю, в остатках разобрали. К жель. Видели клейму, да? Одна кошка осталась из селенито. Интересно, вот почему только кошки. Наверное, остальное все разобрали. Слоны. Слоны дорогие. Красивые. Объемные такие слоны. Вот они. По-моему, разобрали все. Потому что однажды я смотрела, очень большой был выбор фарфоровых статуэток и статуэток из полистоуна. Балерины из полистоуна. Садовые фигуры. Керамические. Ну, а вот эти вот мелочи, я думаю, детям даже нравятся. Посмотрите, птички на ветке воробьи. Я считаю, что красиво. Мне нравится, по крайней мере. У меня есть птицы из полистоуна. Я их круглый год держу на подоконнике. Так приятно. Вот эти воробьи мне тоже понравились. Но вот у меня совершенно не было времени. На покупки мне уже муж позвонил вот в эту минуту и уже сказал, что он ждет меня в машине. Очень много шкатулок, садовых фигурок. Здесь продаются и строительные материалы. Обзор подходит к концу. До встречи. Пока-пока.